Всем привет! Сегодня давайте собираться вместе, накрасимся, заодно поболтаем обо всем актуальном. Я действительно крашусь на встречу с подругой, поэтому покажу вам свой реалистичный макияж, который скрывает недостатки, подчеркивает достоинства, все как я люблю. И если успею, то еще засниму для вас наряд, с которым я еще пока что не определилась. Это видео мы создаем совместно с iHerb, это значит, что у меня была возможность кое-что выбрать в них на тестирование, рассказать, что нравится, что нет. Часть я приобретала самостоятельно, так как я и так являюсь их постоянным покупателем на протяжении 6 лет. Я заказываю с доставкой прямо себе домой, я оставлю вам ссылку, вы можете посмотреть, сколько будет стоить доставка в вашу страну, какие есть опции. И они доставляют по всему миру в 150 различных стран. Если у вас все еще остались вопросы, вы всегда можете обратиться в их службу поддержки. Она работает 24 часа, 7 дней в неделю, и в том числе на русском языке. Выбор у них огромный, свыше 30 тысяч разнообразных наименований. Так что у меня там буквально глаза разбежались, но я нашла те средства, которые давно меня интересовали, и которыми мне хотелось бы реально пользоваться, а не просто тестировать. Так что давайте поскорее покажу вам, что это, и буду приводить себя в порядок. Я убрала волосы, иначе я не смогла бы краситься. На лицо нанесу такой легкий тонирующий крем-гель от BR Minerals. У меня когда-то был пробник именно этого оттенка, номер 5. Он такой чуть-чуть загорелый, но хорошо подстраивается, поэтому я взяла его вслепую, даже не рассматривала другие варианты. Здесь, кстати, минеральный фильтр SPF 30. Я позавчера делала биоревитализацию, поэтому я до сих пор в крапинку, и кожа более красная, чем обычно. Я знаю, что это очень нежное средство, которое не будет дополнительно раздражать лицо. Так что вот так нанесу. В принципе, я распределяю его даже руками. И мне достаточно этого покрытия, но его еще и можно наслаивать. Он не жирный, и при этом не пересушивает кожу, и хорошо держится. Очень крутая вещь. Но учтите, что у него может быть слегка неоднородная текстура, когда только выдавливаешь на руку. Такое часто происходит с теми средствами, которые содержат титаниум диоксид. Поэтому ничего страшного, наносите на лицо, у вас никаких проблем с ними не будет. Я бы очень хотела заказать их классический тон, который в рассыпушке, но я подумала, что уже после лета, когда я стану более бледной, чтобы я смогла пользоваться этим средством в течение всего года, или большую часть года, чтобы оно не лежало без дела. Но это прям тоже на каждый день в такой обычной, привычной нам форме. Как раз отменно. Потому что раз-раз нанес, и все. Я вам еще не говорила, не успела со всеми этими происшествиями, отпуском и так далее. Но я сейчас начала проходить курс у Маши Серд. Он посвящен уходу. У нее там много разных лекций на тему компонентов, на тему вообще всего, что касается кожи. Поэтому сейчас вот закончу еще курс, буду знать чуть больше. Я прослушала уже где-то лекции, наверное, 6. Ну, я начала тогда, когда мы были в отпуске. Мне очень нравится. Кажется, что вроде все знаешь, но всегда какие-то нюансы, какие-то детали. Учиться никогда не поздно. Мне прям очень нравится такой финиш, который просто позволяет твоей коже притворяться, что она гораздо лучше, чем есть на самом деле. При этом нет ощущения перегруженности. Не зря я его купила. Вот прям очень нравится. Сначала я заказала консилер от Bare Minerals, который мне давно хотелось добавить в свою косметичку, которую я сейчас прям активно пересматриваю. Избавляюсь от многого, от процентов так 60. Хочется добавить чего-то свежего, чего-то такого, чего раньше на канале не было. И я помнила тестеры от Bare Minerals. Оттенок Light, Medium и так далее. Все они с желтым подтоном. Учитывайте это. И они далеко не светлые. Поэтому я побоялась и заказала себе оттенок Fair. И что вы думаете? Он как раз нейтральный, такой самый универсальный. И я совершенно не расстраиваюсь, потому что я буду пользоваться им в холодное время года. Он как раз хорошо так увлажняет. Он идет с сывороткой. Что если вам нравится что-то с уходовыми свойствами, то обратите на него свое внимание. Вы о нем от меня еще услышите. Я же сегодня буду наносить консилер от марки L'Ore Mercier. Я посмотрела цены на iHerb и поняла, что очень выгодно покупать этот бренд. Он очень такой на каждый день, к каждому типу внешности. У них очень приятные текстуры. У них настолько удачные, носибельные оттенки. Можно что-то для дневного макияжа, что-то поярче на вечер. Или если вы любите более интенсивное макияж. И вот этот консилер я подсмотрела у звездного визажиста. Он говорил, что он супер легкий. При этом хорошо перекрывает, не пересушивает. И он обещает быть стойким. Я взяла себе оттенок 2W. То есть он слегка загорелый с желтым подтоном. Я не очень люблю высветление под глазами и вообще в Т-зоне. Поэтому я всегда беру то, что как бы за счет своего цвета скорректирует какие-то недостатки. И действительно он очень классный. Мне такое нравится. Нашла когда снимать макияж. Я как раз делала помимо биоревитализации еще чистку кожи. Поэтому есть какие-то пятнышки. Но ничего, зато через 2 недели будет виден эффект биоревитализации. И вот тогда будет больше увлажнения. Кожа станет более эластичной. Такой приятной-приятной. Как бы наполненной влагой изнутри. Но это мы еще посмотрим. Это то, что мне обещали. Мы с вами проверим. Распределяю при помощи спонжа. Он как раз уберет все лишнее. Я, конечно, в последнее время так стрессанула, что вы себе даже не представляете. Так как мы планировали в августе не просто семейный отпуск, а мы также записали наших детей и оплатили им поездку в лагерь. Это их первое такое приключение. И также едет с ними друг. То есть, если бы они по отдельности ехали, то никто бы не согласился. А так все вместе веселее. Они прям ждут этого момента. Это очень прикольный лагерь недалеко от Кракова с ночевкой. Да, туда также можно было записать Игнашика, которому всего 5 лет. Но он говорит, что я не боюсь. У них там будет и ночевка в палатках, и на каяках будут плавать, и в горы они пойдут. Но все это такое, знаете, в лайтовом варианте. Для того, чтобы деткам было интересно, садики у нас не работают. Государственные, получается, в июле и в августе. А частные весь август закрыты. Может, есть такие, которые работают, но я вам говорила, что наш, в принципе, закрывается, и мы идем в школу с сентября. Поэтому весь август дети на мне. А они захотели в лагерь, поэтому, знаете, все выигрыши. Консилер я фиксирую при помощи пудры. Это тоже Лора Мерсье. Показывала вам ее ранее. И это такая очень интересная история, потому что сама пудра прозрачная, и она очень красиво отражает свет. Она суперлегкая. Также она создает эффект лифтинг макияжа. Блюрит поры. И я обычно не люблю такого плана пудры под глазами. А здесь у нас прям случилась любовь и очень компактная упаковка. Ее на супер долго хватает, потому что она у меня уже с начала весны. По-моему, перед 8 марта я ее заказывала. И расход у нее не слишком большой. Классно работает на возрастных девочках. Если вы не любите ощущение пудры на лице, то вы однозначно ее зацените. И там есть еще второй оттенок. Вот его я никогда не видела вживую. У нас здесь это средство вообще не продается в Польше. Я, можно сказать, наугад заказала эту пудру и ничуть не пожалела. Она высветляет, но это не старомодный макияж с такими суперсветлыми кругами под глазами. Нет, это все очень так деликатно, нежно. Но при этом видна разница до и после. У меня закончилась моя любимая сияющая пудра, которая дает дополнительное покрытие. Я подумала, что дай-ка попробую что-то новое. И это такая любовь. Эту пудру вы обязательно увидите в мастхевах на чуть не скажу весну и лето. Уже скоро осень, зима. Я уже думаю о том, что будет в следующих роликах, что мне понадобится в моей косметичке, прям в реальной жизни, а не просто для видео. И эта пудра тоже от Лоры. Я очень боялась, что она будет слишком светлой. Но нет, она как раз хорошо подсвечивает кожу, опять же. Фиксирует макияж, но это не эффект хайлайтера. Это действительно дополнительное покрытие. И все оттенки, которые потемнее, они будут притемнять тональную основу. То есть, мне кажется, что как раз номер один, самый такой универсальный и подходящий большинству девушек славянского типа внешности, с цветом кожи светлый и средний. Она, с одной стороны, матирует лицо, но и оставляет такой здоровый лоск на коже. Теперь бронзер. И очень интересная штука, потому что это матовый, сияющий, запеченный бронзер. И я немного злюсь, потому что я выбирала его по сводчам в сети. И оказалось, что он более теплый, чем я ожидала. Нужно было брать первый оттенок. Вот он прям был бы идеален на круглый год. Он довольно сильно пылит, поэтому упаковка выглядит так. Я немножко стряхну его с кисточки, чтобы он не разлетелся по всему лицу. И нанесу вот так на скулы, на лоб, на те места, куда обычно падает загар. Ну, все вы знаете, куда наносится бронзер. Я, честно говоря, не очень люблю, когда у меня загорелое лицо. Мне кажется, что я окажусь старше, поэтому лицом стараюсь, конечно, не загорать, насколько это возможно. Но ко мне неплохо прилипает загар. То, что вы видите на мне, это SPF 50. Если вы загорелая девочка, то на вас будет еще красивее. Он хорошо держится. Это по-настоящему такой бронзер, который, опять же, придает коже определенное свечение, но не как хайлайтер. То есть, он не подчеркивает текстуру кожи. Он просто не смотрится, как такая нарисованная кирпичом полоска. Очень естественно. То, чем славится Лора Мерсье, это их кремовые тени. Тени в таком стике, которые очень удобно наносятся. И я выбрала тот оттенок, который, опять же, у нас недоступен. Называется он О'Натюрель. И я предполагала, что он будет таким чуть-чуть в цвете глаз. Просто будет выравнивать оттенок кожи. И мне нравится, когда на веке есть что-то, потом только подкрашиваешь складку века, и уже есть глаза. И я думаю, что это не последние мои тени от Лоры, потому что они очень хорошо наносятся. Это самый светлый оттенок, но один из. Поэтому имейте в виду, ну, очень-очень красивые, темные, всякие там бронзовые. Хочется еще. И этот оттенок я часто использую вместо базы какой-то в качестве подложки. Можно приклеить пигмент, например, какой-то. И также на нем не залипают остальные тени. Вот так, хопа-хопа, и готово. Ну, конечно, с самым светлым оттенком не совсем понятно, в чем соль. Но я вам говорю, что с ним лучше, чем без него. Даже в таком минимальном макияже, ну, мне нужен был такой цвет. А не просто, знаете, заказать что-то для обзора, чтобы валялось. Я думала, что вот этот О'Натюрель будет чуть-чуть темнее, что у меня с ним получатся такие дневные смоки. Сейчас я понимаю, что пока я загорелая, то для меня это просто что-то для выравнивания оттенка века, для придания ему какого-то легчайшего оттенка. Но я, конечно же, собираюсь купить еще несколько медные, там такой красивый вообще, или супер темные для смоки. О, вот с него и начну. Но сейчас на глазах мне нужен абсолютный фреш. А в складку века давайте добавим бронзер. На этих кремовых стиках все потом кажется ярче. Ну, то есть остальные оттенки теней. И даже бронзер, видите, кажется темнее. Кстати, вот эти кремовые тени, они не совсем матовые, они больше сатиновые, то есть не смотрятся в реальной жизни пластилиновыми, как какая-то замазка, а вполне себе реалистично, чем не могут похвастаться вот такие естественные оттенки во многих других брендах. Туши у меня новой нет, я просто подкрасила реснички в один слой, так что я пропустила этот шаг, но зато посмотрите, как здорово играют эти тени, когда появляется какой-то контрастный оттенок. В этом случае это черные ресницы. А если на слои тушь, то в принципе такой вечерний вариант выходит. Мне еще хочется добавить чего-то сияющего в уголок глаза, чтобы приоткрыть его. Помада у меня самая сливочная, которая есть в моей коллекции. Я решила основательно пройтись по бренду Laura Mercier и купила помаду в таком пыльно-розово-малиновом цвете. Она очень классно скользит по губам, передает цвет, также надолго дает ощущение таких уложненных губ. Ее можно наносить несколькими способами, чуть-чуть, и при этом вот так вот распределить. Тогда получается как бальзам. Вот. Просто придается оттенок губам, и на этом все. И этого в принципе достаточно. Можно пройтись еще несколько раз, и тогда получается прям помада-помада с более плотным цветом на губах. Конечно, все помады такого плана не будут держаться долго. С этим нужно смириться, но меня это никак не огорчает. Когда я ее заказывала, мне больше хотелось чего-то супер сочного на губах. Я видела другие оттенки этой помады. Они все настолько красивые, настолько вот аппетитно смотрятся на губах. И я думаю, что эта помада также будет у меня в мастхевах на осень и зиму. Что вы ничего не говорите, что у меня нет румян, но я вообще-то планировала воспользоваться этой помадой в качестве кремовых румян. Я уже так делала, это очень красиво выглядит, поэтому... И поехали. Вот так. Просто пальчиком. Это, конечно, удивительно, но она не разъедает тон и пудру, которую я использовала ранее. У меня уже не первый раз так, что сначала припудрилась, все там накрасила, а потом... Стоп, а румяна. И очень красиво, гармонично все выглядит, когда румяна в цвет помады. И вот тогда получается как одно единое целое. Честно говоря, я люблю, когда много румян, так что для меня это не перебор. Но тут уже хозяин-барин. На этом я готова. Мне очень нравится финальный результат, который у меня получился. А знаете почему? Потому что я очень ответственно подошла к выбору каких-то новых средств. Я не хочу заказывать, покупать что-то, лишь бы было. А я всегда стараюсь подбирать те текстуры, те какие-то финиши, которые мне могут реально понравиться, которые я буду использовать. И также цветовая гамма для меня имеет значение. И мне кажется, что в этот раз у меня получился мой такой фирменный макияж. Как будто ничего сверхъестественного, как будто натуральный макияж. Но когда ты смотришь до и после, ты понимаешь, что да, эта разница все-таки значительная. И если я уж крашусь в реальной жизни, то мой макияж выглядит приблизительно так. Иногда это другие оттенки, иногда мне хочется больше сияния на веках. Но сегодня именно так. И я могу от сердца порекомендовать все средства, которые были в сегодняшнем видео. Об особенностях я рассказала. Еще раз напоминаю, что все ссылки вы найдете в инфобоксе. Еще в конце мне хотелось бы поделиться с вами чудеснейшей новостью. Именно поэтому у меня сейчас настолько классное настроение. Я со спокойной душой выхожу из дому. Это то, что Игнашику сняли гипс. Мы попали к ортопеду. Он сделал УЗИ. Сказал, что все хорошо. И непонятно, почему в государственной клинике вообще наложили гипс. Достаточно было бы использовать эластичный бинт. А в государственной больнице нам сказали, что от недели до двух минимум будем носить гипс. Так что я очень-очень рада. И вообще все, что не происходит, наверное, к лучшему. Потому что в это время я уже планировала приступать к операции. Это не секрет. Я вам говорила, что мне огрыжает. Я собиралась делать операцию. Но в связи с вот этими всеми событиями в мире мы перенесли это на осень. Но буду смотреть по ситуации. И, конечно, мне нельзя было носить Игната. И это то, что меня очень настораживало. То, что заставляло меня сильно переживать. Потому что, не дай бог, я не представляю, с кем я могла бы оставить своих детей. Но все обошлось. И, наверное, хорошо, что сейчас меня не прооперировали. Потому что я не знаю, кто мог бы помочь Игнату, если бы я физически была не в состоянии. Так что все, что не делается, все, что не происходит, это, наверное, все-таки к лучшему. Спасибо вам огромное за поддержку. Не забывайте поставить пальчик вверх, если видео вам понравилось, если вам было интересно поболтать, а вообще провести время в моей компании, узнать что-то новое о каких-то средствах. Ну а сейчас я иду наряжаться, покажу вам финальный образ, как и обещала. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok